Екатерина Ромеро Лялька По волчьим законам Глава первая Нет, не подходите, а! Заткнись, сука! Их двое. Огромные бугаи идут прямо на меня. Я не успеваю схватиться за ручку двери, чтобы убежать от них. На талию ложатся чьи-то цепкие лапы, сжимают до хруста, а после с легкостью отрывают от земли. Из горла врывается истошный крик. Отцепенение сковывает тело, кровь стынет в жилах, покрываясь острыми шипами льда. Помогите, помоги! Увесистая мужская пощечина мгновенно меня затыкает. Перед глазами все темнеет. Гору подступает тошнота. Ноги становятся ватными, во рту чувствуется привкус металла от явно разбитой губы. Последнее, что вижу, отвратительно серый мешок, который один из амбалов надевает мне на голову, туго затягивая на шее. В машину грузи, едем. Проваливаясь в черноту, густую, противную, тягучую. Кажется, я все же потеряла сознание того удара, но длиться это недолго. Я прихожу в себя от сильных покачиваний, однако подняться не могу. Мои руки, кажется, они связаны за спиной так же, как и ноги, чем-то жестким, колючим, царапающим кожу, отчего сразу чувствую жжение. Половина лица словно онемела, жадно хватая воздух носом. В этом мешке практически нечем дышать. Ммм, не могу проронить и слово. Из груди врывается какое-то мычание. Мой рот заклеен, похоже на скотч. Пытаюсь думать логически, хоть это сейчас чертовски трудно. Куда они везут меня? Кто они такие? За что? Первая мысль ограбления. Ну нет, эти амбалы не похожи на простых ограбителей, да из меня нечего взять. Сумку позабрали и убежали. Но она рядом лежит, и я чувствую ее ладонью. Жадно хватаю воздух, подавляя тошноту. В этом мешке ничего не видно, поэтому все, что могу, прислушаться к себе. На мне есть одежда, и это хорошо. Простая шерстяная юбка до колен, кофточка и легкая куртка. Ничего необычного, все как у всех. Одна нога босая. Кажется, с меня слетела обувь, когда один из этих бандитов заталкивал меня в машину. Сглатываю. На шее чувствую свою подвеску с маленьким золотым крестиком. Они могли бы ее забрать, но если грабить меня они не собираются, тогда что? Что им нужно от меня? Лихорадочно прокручиваю последние недели, дни и часы. Это не случайность. Эти амбалы уже меня ждали. Шаг идет? Да. Они почти не говорят. Я успеваю услышать лишь несколько слов, которыми эти бандиты перекидываются между собой. Их голоса грубые, жесткие. А у меня слезы наворачиваются от ужаса. И сердце неистово прыгает в груди. Кто такой этот Шаг? Что им нужно от меня? Что? Я могла бы орать в голос, реветь и брыкаться. Однако решаю не выдавать того, что я давно пришла в себя. Пусть думают, что я еще в отключке. Возможно, 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 я смогу спастись, найти помощь, сбежать от них. Милиция приходит в голову первая мысль. Но тут же ее отметаю. Мне она уж точно ничем не поможет. Машина едет где-то полчаса. Все это время меня бросает по багажнику. Я чувствую телом каждую кочку. Но хуже другое. Мешок на голове. Он почти не пропускает воздуха. Аж нож на шее очень туго затянут. И вскоре я понимаю, что снова отключаюсь, падая в бездну жуткой неизвестности. А-а-а! Прихожу в себя резко, от дикого холода. Все тело пробирает судорога. А с кончиков волос стекают капли. Словно меня только что окатили ледяной водой из ветра. Открываю глаза, пытаюсь сфокусировать взгляд. Они сняли с меня мешок. Но туда мне сложно сразу понять, где я нахожусь. Большая комната. Здесь темно и зябко. Сыро, желтый свет рассеивается с потолка. Потресканные стены соблизываю штукатуркой. Серый бетонный пол. Я лежу прямо на нем и уже чувствую, как кости начинают скрипеть от этого дикого холода. Кончиком языка пытаюсь коснуться явно разбитой губы. Но сделать это не получается. Мой рот все еще заклеен. Дышать тяжело, но плакать я не могу. В теле жуткая слабость и сильно кружится голова. Кажется, меня сильно ударили. Малейшее напряжение в лице отзывается болью. Вздрагиваю, когда кто-то подходит ко мне. Рывком сдирает скотч, разрезает веревку на руках. Я тут же хочу подняться, но ладони сильно они мелят. Поэтому вместо того, чтобы хоть как-то встать, снова падаю на пол в лужу ледяной воды. Глянь, как карабкается живучая тварь. Ебто, лягушка! Ползи, блядь! Ржут громко и едко, пренебрежительно, словно не человек перед ними, не женщина, а просто кусок мяса. Становится жутко. Это никакая не шутка, не дурацкий розыгрыш. Боже, куда я попала? Кто вы? Что вам нужно от меня? Поднимаю голову и вижу их лица. Бандитские, дикие, жестокие. Один русый, молодой. Второй шатен, явно старше. Высокие, крепкие, здоровые мужики. Оба хорошо одеты, изысканно даже. Совсем не похожи на дворовых ворюк. Но хуже другое. Они совсем не скрывают лица, а это значит не бояться, что я их запомню. Кажется, это плохо, это очень плохо. Пересиливая себя, все же поднимаюсь, опираясь руками о пол. Сажусь на колени. Мокрая вся. Дрожь порбирает тело. Мои длинные волосы сосульками свисают по обе стороны от лица. На запястьях замечаю красные следы от веревки. Кровь выступила. Жжет. Машинально ищу глазами дверь, окно, выход, которого здесь нет. Только вентиляционная шахта, какие-то трубы. Боже, это же подвал. Сдрагиваю, когда тяжелая металлическая дверь распахивается, а в ней тень стоит. Огромная, мертвенно спокойная, черная. Это он. Шах. Почему-то опуская взгляд в пол, первым вижу начищенные до блеска черные кожаные ботинки. Скольжу дальше по сильным, мускулистым ногам, облепленным пюками. Распахнутые кожаные куртки, черные рубашки, широким плечам, смуглой шеи и только мельком захватываю лицо. Он взрослый, намного старше меня. Знойный брюнет, цепкий взгляд, четко очерченные губы, нос с небольшой горбинкой, явно когда-то перебитый. Он похож, похож на змея. Мужчина идет ко мне молча, ступая по бетонному полу тяжелым шагом. Ближе и ближе, заставляя меня машинально отползти назад, сжаться всю, начать дышать быстрее, подсознательно понимая, что он здесь главный. Кто вы такие? Что вам нужно от меня? Не выдерживаю, тело бьет судорога, но змея не спешит отвечать. Он подходит вплотную, смотрит на меня в упор несколько секунд тяжелым взглядом. Я же даже не шевелюсь. Он такой высокий, огромный просто, и я сижу перед ним на коленях, беззащитная, дезориентированная, перепуганная до ужаса. А еще я улавливаю его запах, терпкий, очень мужской, сильный, опасный. В какой-то момент змей приседает передо мной на корточке, и я впервые встречаюсь с ним взглядом. У него густые брови, длинные ресницы, большие миндалевитные глаза, блестящие, бездонные черные зрачки с янтарными слитками вкраплений, смуглая кожа, короткая щетина, строгие губы. Шах смотрит прямо, но от его взгляда у меня почему-то мороз идет по коже. Хочется прикрыться, спрятаться от него, убежать на край света. Ну что, Катюша, беседовать будем? Его голос очень низкий и бархатный. В нем чувствуется сталь, направленная острым лезвием в меня. Боже, этот страшный мужчина знает мое имя. Откуда? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова